Станция своими руками. Нижний подогрев для материнских плат. Снятие БГА, СМД, микросхем, чипов. В данный момент я недавно пришел мне пит-контроллер для верхнего подогрева. А до того, как я еще его не заказал, мне хотелось узнать, как же можно поддержать температуру без пит-контроллера, чтобы плата не перегрелась, но и не остыла, чтобы мог я снять, например, вот эту микросхему. И я нашел выход. Обыкновенно, как у многих людей, не буду даже озвучивать, из чего это сделано, потому что всем это прекрасно видно, что это такое, это блок питания от компьютера. Пластина, правда, тут по-разному, она снимается, эта пластина у меня. Это для сотов есть, то есть стоит. А можно, у меня есть специально для материнских плат. Лампа чем хуже? Лампа, что-то в глаза светит. Ну, можно поставить инфракрасный нагреватель. У меня в данный момент он еще идет, но он у меня будет служить для верхнего подогревателя. Подогрева, точнее, правильно сказать. Ну, в данный момент можно лампой пользоваться. А какой выход в том, что она будет температуру держать даже без пит-контроллера? Можно сказать, на автоматическом режиме. Вот, Денистор, это у нас, Диммер, точнее, правильно сказать. Это Денистор, это сам, как бы тиристор, только Денистор. Так, у нас это от пылесоса. Это термореагулятор от УДИГА советского производства. Ну что, розетта. Так, как работает эта система? Сейчас включу быстренько. Я уже его включал. Температуру он уже нагонял там до 90 градусов. Ну, в данный момент я сейчас ее, вот, утюг крутим. Больше, как говорится, делаем, чтобы нам температуру нагнать побольше. В зависимости, что мы там гладим. А мы, наоборот, что мы будем снимать. Нам нужно нагнать температуру 120 градусов. Так. Мы нагоняем температуру. Его надо нам откалибровать сначала. На любой какой-нибудь другой плате. Хотя они тоже свои характеристики имеют. Но все равно можно подогнать. Например, нагоняем мы 120 градусов. В это время у нас отключается терморегулятор. К его разрыву, этим контактом, подключены два провода на разрыв. Идут к розетке. К розетке подключена нагрузка. Из двух ламп состоящая. Вот, две лампы. На 220 вольт. И каждая по 200 ватт. Как это работает? Я не буду сейчас нагонять эту температуру 120, потому что эта съемка получится большая. Мне не хотелось бы сейчас тратить это время. В следующий раз, может быть, объясню, как что. Хотя тут все прекрасно сами могут понять. Так. Как работает? Я уже, по-моему, объяснил. Вот, правда, некоторые говорят, что диммером можно регулировать температуру. Температуру, да, регулировать-то, конечно, можно. Но поддерживать ее невозможно. Даже если ты поставишь самую низшую накал лампы, температура все равно будет повышаться, что вредно, например, для самой платы. Она может сдуться, так сказать. Сдувается она, расслаивается. Ну и вот, когда мы отрегулируем эту калибровку, сделаем, у нас 120, ой, да, 120 температуру нагоняет, отключается. Включается вот эта нагрузка. Сейчас мы ее вручную включим, так как мы не будем нагонять температуру. Сейчас вот. Вот она у меня уже включилась. А, сейчас я меньше сделаю, только можно еще этим, конечно, температуру тоже... Даже при нагрузке этих ламп можно этой температурой регулировать, какой вам надо. В данный момент, сейчас я немножко нокаут прибавлю, чтобы видно было, лампа как светится. Вот они, лампы, нагрузку на себя взяли, ток. И получается, эта температура в данный момент, вот, 93 градуса, она сейчас в данный момент, может, я не знаю, может, она сейчас растет чуть-чуть, но она до 100 градусов, например, нагреется, и плюс-минус в обе стороны 3 градуса, может, будет. И вот эту температуру она держать будет автоматическим режиме будет сама включаться. Надо тебе больше 120, естественно, ты его вправо крутишь. Получается, больше температуры. Надо быстрее, например, ну, побольше температуры. Естественно, диммером прибавляешь температуру. Как только она сработала, там, при определенной, этот терморегулятор отключается, включается, так как контакты подключены, в смысле, провода подключены к контактам, включается нагрузка. Еще раз покажу. Все, и вот эта температура будет держаться постоянно вам 120 градусов, например, или 140. Все. Кому надо, интересно. Вот в данный момент, правда, я нигде в интернете не видел на YouTube, например, вот такой конструкции, чтобы включали нагрузку в лампы. Потому что вот благодаря этим лампам нагрузки, именно вот эта температура и держится. Поддерживается именно ту, какую вам надо. Больше ничем она не поддерживается. Я, потому что я вот сколько смотрел, ну, нигде не нашел. Там разное делают, ничего такого не нашел. Ну, вот так все. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok